Хозяин этого дома по улице Московская в Савинской Слободе даже не мог предположить, что копая траншею для канализационной трубы, он наткнется на военные артефакты. Поисковики с такими находками сталкиваются практически ежедневно. Правда, копать чаще приходится в лесах и на оборонительных линиях, а не в частных огородах. Несколько недель назад строители, копая яму под коммуникацией, наткнулись на неизвестные останки. Мы наняли людей с другой стороны совсем, чтобы они нам траншею прокопали. Мы стояли рядом. Вот начали копать траншею. Вот здесь сейчас ребят копают. И попалась каска, и попались кости. Ну мы, они начали дальше рыть, мы их не дали им копать дальше. Просто сказали, слушайте, все на место и все. Каску правда оставили наружу. Этому дому 20 лет. Его нынешний хозяин владеет участком и домом всего несколько лет. Какой-либо точной информации, что на этом месте было раньше, он не имеет. Но после случайной находки он все же позволил поисковикам произвести раскопки в своем огороде. Возможно, удастся что-то найти. Дочь у меня, когда об этом узнал, мы приехали в Москву, рассказали эту историю. Категорически, говорит, необходимо вскрывать, необходимо перезахоронить. Возможно, какой-то будет витальян, возможно, что-то будет. Но я думаю, что это совершенно справедливый подход. Хозяин дома знает по рассказам соседей. В 19 веке где-то в этой местности были фермы. Как тут оказались военные артефакты, сложно предположить. В годы Великой Отечественной войны фронт близко подошел к селу, но не перешел его границ. Поисковики довольно редко ведут работы вблизи Звенигорода. В основном они находят останки в самой западной части Одинцовского района, около деревни Локотня. Производить же раскопки в огородах им и подавно приходится нечасто. При строительных работах зацепили на достаточно большой глубине каску образца 40-го года, фрагменты костных останков были вызваны мы, как специалисты по данной тематике, сейчас покроют раскопки. За 4 часа работы поисковый отряд, помимо обломков, предметов обихода разных лет, поднял из земли кости, но они не принадлежат человеку. Эти кости животных, скорее всего, свиньи или лошади. И все же кое-что есть среди находок. Каска бойца Красной Армии, ножны и большое количество металлических осколков. Пока сложно говорить, каким образом они сюда попали, как были зарыты в землю. Останков советских бойцов не нашли. Для более точных выводов поисковому отряду нужно больше информации. Все найденные артефакты будут переданы местной администрации или в музей. Георгий Алушев, телекомпания Одинцова.